Здравствуйте! Наступило новое утро, на этот раз чрезвычайно влажное, потому что ночью разыгралась гроза. Где-то около двух сквозь сон я услышал мощные раскаты грома, один прогрохотал прямо у нас над избушкой и палил дождь. Так, а вот и Бонифац вернулся с прогулки. Ну, конечно, надо впускать. Нагулялся, освежился и сейчас начнет пачкать подоконники мокрыми лапами. Ну и как оно там? Эх, Боня, света нету, значит нету интернету. А потому, видимо, наш стрим, который обычно проводится по воскресеньям под вопросом, и надо хоть что-то постараться снять. Мне, например, ужасно интересно, что делается у меня в огороде после разгула стихии. Ну, а тебе, как всегда, следует подкрепиться после прогулки. Нет? Ты сытенький, довольненький. Напрыгался, набегался. Молодец. Проспал он сегодня всю ночь около меня, где-то под мышкой. Было очень тяжело переворачиваться сбоку на бок. Но кот, видимо, при разгуле стихии чувствовал себя более комфортно рядом со мной. Весь позабилась под кровать, а кария ломанула с комнаток ребятам. Почему-то их широкая кроватка кажется ей наиболее приемлемым местом, когда начинает грохотать. Сейчас она до сих пор находится у них в комнате, там все спят. А я одеваю что-нибудь не очень промокающее и отправляюсь на улицу посмотреть, что происходит. Но сначала, по традиции, Боня, кофеек с котом на коленочках. Хватит об меня когти точить. Выздоровел, значит, тебе все можно, да? Да, в отсутствие электричества, конечно, чайничек не спасет, но есть другой. Вот такой вот махонький. Машка в свое время приобрела его в сплаве и выручает. Еще как выручает. Не будешь же ради двух чашечек кофе печку топить. А потому включаем и нагреваем. Кстати, вот этот малютный чайник помещает в себя целый литр. Даже не верится. С виду он весьма миниатюрен. Ну что, кофейку. Одеваем калоши и на улицу. Ну что, висок, пойдем прогуляемся. Литка гуляет прямо около крыльца. Убрать тебя пока не раздавили. Ползай здесь. Да, все мокрое, влажное. Интересно, что же у меня с цветочками. Тут положила все, словно весе порезвилось. Но это явно не ее проделки. Немножко капает с потолка из дикого винограда. Интересно, сколько воды налила с бочком. Последние дни были засушены. Приходилось часто воду брать. И оставалось на донышке. Ну, весьма. Я вчера полдня проработала в саду-огороде, подвязывая цветочки. И явно весик это предстоит вновь. Так, что еще? Паникфизалис. И хорошо здесь тоже подвязывать. Левко я свой срок отжила, поэтому придется ее обрезать. Ой-ой-ой. О, и хвоста расцвела. Ну, это хоть какой-то бонус. Так, пойдем дальше. Интересно, наполнился ли ручей. В последнее время из-за того, что не было дождей, так часы остановились. Наверное, здорово грохнуло. Или влажность. Последние дни он был весьма мелководен. Мы посмотрим, что сейчас. Но больше всего меня интересует состояние картошки. Так, кругом улитки. Опаньки. Вот интересно, по центру не полегло. А здесь как будто бы смерч прошел. Хотя один раз я небольшой смерч наблюдала. Как раз у нас вот здесь вот в низине. Интересно, что теперь со всем этим предпринимать. Так и бобы повалила. И я, дура старая, забыла секатор. Да, мяу, да. Обрезала я вчера свой орешник. Но получилось так, что до верхних веток не достала. Дожидалась генку. Но ребята вернулись из вязьмы, куда возили ручку к врачу настолько утомленными, что не стала к нему приставать. Да, обрезку я провела по полной программе. Над этим кустом провожу эксперимент. В свое время его до основания слопали бобры, которые несколько лет назад атаковали деревню. Потом он вырос вновь. И я теперь обрезаю его каждый год. Вот результат. Сколько же орехов. Так вот эти вот листья меня совершенно не радуют. Терпеть могу белые листья на каких-либо деревьях или кустарниках. Лисик, пойдем посмотрим, что там с ручом. Так, ну кабачки в приличном состоянии. Вероятно, скоро зацветут. Впрочем, сегодня я посмотрела прогноз. Опять ожидается гроза. И неизвестно, с градом или нет. Вот чего я больше всего боюсь, так это грады. Так, хорошо, что закрыто все в костровом месте. Свежевым от столик слоник. И тут тоже все повалило. Все полегло. Ручей журчит. Ну, значит, он наполнился. О, а водичка-то цвета какао. Ну-ка, ну-ка. Перебраться на другую сторону и посмотреть. Вероятно, очень хорошо размыло глину там, где оказался новый мост. Ну что ж, надо будет сходить посмотреть. Так, лобазник весь полег. А как он мне нравится. Украшает ручей, который, впрочем, сейчас выглядит весьма и весьма неприглядно. Здесь я не пролезу. Буду вся врызг мукрой. Так, Весь, вот интересно, у нас-то одно. А что в деревне происходит? Нет, надо пройтись, посмотреть. Заглянула домой. Что-то мне понадобилось. И чудо. Дали свет. Вот интересно, надолго ли. Иногда бывает такое, что пять минут работает, потом и вновь исчезает. Ну что ж, радует. Ребятам хотя бы не придется возиться с газовой плиткой для того, чтобы приготовить себе завтрак. А я все-таки хочу прогуляться по деревне. Так, у Весеньки припадок активности. Ну как же по лужам да по грязни погоняться? Радик с тобой играть не будет. В лучшем случае Азель. Зови ее. Вон она бежит. Что, что, что? Не терпится поноситься? Ну конечно. Объект. Не уследить за вами. Да, неудивительно, что мой прудик так изменился. В цвете, поскольку ручей явно нес огромное количество глины. Ну ничего, скоро все обсядет. Когда-нибудь тут появится трапка и подобного уже не случится. Ну что, переставай тявкать и пойдем пройдемся к центру. Дома к нам присоединилась кара. Да, да, да. Пошли отсюда все еще спят. Трусишка вылезла из второй комнаты и отправляется вместе с нами. Ну что ж, вроде бы все в порядке. Все деревья устояли. Трава не примята. Заросли крапивы хорошеют. И даже та луга, что растет у нас целыми полями около ручья, вообще не затронула. Только огромные лужи на деревенской дороге напоминают о разгуле стихии. Возможно, тот шквал, который повалил мои цветы и картошку, прошел исключительно по нашему краю деревни. Она не велика, но растянулась вдоль ручья на километр. И бывало уже такое. Три дома пострадали во время Града несколько лет назад, в том числе и мой. А вот начиная с этого местечка, уже незаметно было, что подобное случалось. Да, Града – это страшная штука. С таким трудом выращиваешь урожай. Ну, как трудом? Все-таки ожидаешь чего-то, независимо от того, сколько времени уделяешь огороду. А тут в одночасье исчезает все, над чем карпела. Да, здесь все тихо и мирно. Но мне любопытно, как гроза повлияла на обитателей Савиного дола. Как себя чувствует елка, клюква, ну и, естественно, Ника. Ну что, пойдем? Пошли посмотрим, что там. Нет, ну, конечно, такая лужа. Кто же из малышей ее может пропустить? То весь побесится, то рост на велосипедке проедет. Уж сегодня-то он тут точно покатается. Хотя не даст ему мать. С вуушами, которые еще не до конца прошли, это вряд ли. Хотя было бы красиво. Вот обнаружила подсолнухи, которые вырастают у нас на обочине дороги. Ха, надо у них спросить. Она их нарочно посадила? Или самозаселилась? Может быть, шла как сеятель и разбрасывала? Мощные, куда лучше, чем у меня в огороде. Те какие-то дохлые, потому что растут полутени. А тут крепыши. Да, вот такого я еще не видела. Ну, елка на качельках это одно. А вот это вот гуй отсюда. Ничего себе! Здорово! Когда Нику успела повесить, привезли посылку совсем недавно. Ну, как-то девица глазастая. Все хорошо? Не промокла? Судя по всему, нет. У нее из пластика в конце навесик. И чувствуется, что елочка себя ведет достаточно хорошо и чувствует неплохо. Посмотрите бы, как она качается на этих качелях. Вот чего-чего. А об этом я только по рассказам Нике знаю. Ну что ж, надеюсь, огородники поливать придется не скоро. Воды по мизеру. Но после такого дождя хватит надолго. Что ж, зайдем, проведаем хозяюшку. А вот в доме меня встретила кошка-морошка. Хозяйка куда-то отлучилась. Ну, видимо, в совешнем. Ну, не как ты тут хозяйствуешь? Как же у тебя лапки выросли? И вообще ты растешь, как на дирожах. И эти. Кусака маленькая. Представляю, как у тебя с Розькой тут допоздна резвились. Вот интересно, как вы тут дожечку пережили. У елки-то вроде все благополучно. Ладно, пойду в совешнюю зайду. Посмотрю, что там Ника делает. Ну и как вы грозут пережили? А, я, слушай, я проснулась, ходила. Было как-то это... Убрала сверанда там эти подушки. Шкуру забыл убрать. Она у тебя хорошо прополоскалась. Она и должна полоскаться, мне это не весит. Ой, я не могу уже, я ей... Ну, кстати, когда я засыпала, электричество еще было. Я не знаю, когда оно расключится. Под утро. Я проснулась где-то около двух, когда начало грохотать. Потом дождь спалил. Дождь спалил уже около четырех? Да. Ну, посмотри. У меня помутнела вся вода вручает. Свет какао. Ну, она хотя бы там появилась. Ну, она, собственно, там была. Причем мы с Родской вчера любовались на пиявок. Там все прозрачное, как слеза. Старые такие добрые чувы. А ты что, стрим не будешь? Стрим? Я хочу провести стрим, а вдруг опять отмечать электричество. Ты же сама говоришь, что его должны были дать где-то около часа. Бог его знает. Поэтому я пытаюсь перестраховаться. Как красиво. Давненько сюда не заглядывала. Ты обгрыз все эти... Ой. Слушай, у меня повалило куча цветов и по картошке. Причем около забора. Ну, как будто бы бесы плясали. В центре все нормально. А там она полегла вся. Я не знаю, что с ней делать. Да, она может выше была. Да встанет. Это вот как раз та сортовая, которую ты привезла из Питера. Я не знаю. Я сейчас сюда с ужасом захожу. Тут с полу надо что-то делать. Ну, да. Ой. Не до того. Так, ну что? Пойду цветочки подвязывать. Хотела сегодня покосить. Денка мне вчера привез бензин из города. Вероятно, этим сегодня придется заниматься. Я не могу попить кофе, а это я еще не проснулась, не пила и что. Ладно, тихо. Пойду делами заниматься. Не могла не остановиться и не полюбоваться. Ай. Ну, слушай, все-таки с красными глазками мне как-то не очень. Они тут самые добрые и самые милые, а эти твари кусаются. Вот эти вот. Они прям в руку засовываешь, они бросаются. Все бы ничего. Ну, белый цвет нормально, но красные глаза. Ничего красный цвет. Нормальный. Цветочки красные любишь? Цветочки люблю. Камушки люблю. А вот глазки нет. Наши на стене какие-то. Я шла, они как раз сейчас закипреем когда-то. Сколько малявок народилось. Кучки. То есть они все тут не при нормальной... А я пытаюсь сфокусировать, как ты учила. Ну, вот так вот. Ну, Машкины тоже очень миленькие. У нее всего два. Здесь штук 35. Если они не съели сейчас. Будем плодиться. И размножаться. Как ты, малыши, или нет? Здесь на девять крыс только одна самка получилась. Хм. Сколько же у них валеров. Господи, как хорошо, что исчез трапа, появилась лестница. Это не Господи сделал, это Артем сделал. Это почти одно и то же. Нет. Ладно, надо идти. Вернулись домой. Хожу, считаю, сколько мне надо. Взяв секатор, сделать палочек, чтобы подвязать цветы. Ух, как же капает слипы. Что делать с картошкой, я еще не знаю. А между тем, сегодня еще надо провести покос. Борьба с зеленой биомассой. Вещь безостановочная. Ну что ж, приступаю к делам. Если будет возможность, проведу стрим. Ну, а если отключить электричество еще одной раз, и интернета не станет, выложу вот этот вот самый ролик. А пока всем здоровья и удачи. До свидания. До свидания.